Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите продолжение моего прохождения челленджа Апокалипсис. И я решила включиться прямо в том же моменте, на котором я окончила предыдущую серию, потому что у Маршала тут такой мудлет, я никогда раньше такого не видела. Влюблённость. Влюблённость в персонажа поблизости. Один лишь взгляд на персонажа, и сердце рвётся из груди. Ёлки-палки! Я никогда такого раньше не видела, ну и как всегда, у Маршала реально вот вся голова, вот просто все мысли напрочь забиты Джулией. Слушайте, это так прикольно, конечно, я просто не могу. Очень-очень классно, я очень рада видеть действительно такую привязанность у моих персонажей, мне кажется, что такое, ну, правда, редко бывает. И да, надо нам сделать то, что мы не сделали в предыдущей серии, а именно отфотографировать нашего Маршала. Вот, Алиса, ты тут пока давай поправь себе нужды немного, и после этого можешь, кстати... Нет, в шахматы играть они не могут, но зато читать они могут, и то хорошо. Это ты как? Это ты, интересно, как? Прям на ходу? Прям, да? Да, отлично, молодец, молодец, настоящий апокалиптик. Фотография есть, искусство. Но я всегда нажимаю нет, потому что я не знаю, имеем ли мы право выбирать вот эти вот предпочтения, поэтому я всегда нажимаю нет. О, Господи, это что такое страшное сейчас было? Это были губы Джулии, я так понимаю. Ой, кошмар. Так, ну, отлично, поза, в принципе, хорошая. Фильтр. Фильтр, может быть, какой-нибудь... Можно было бы какой-нибудь вот такой, например, апокалиптический фильтр выбрать. Или... Так, а тут что меняется? Ничего не меняется, просто виньетка появляется. Так. О, отлично, вот этот фильтр хороший, он подсвечивает так вот. Так, ну, конечно, да. Конечно, да, качество совсем... Даже не то, что плохое, я бы сказала, никакующее. Вопрос в том, как бы, могут ли получиться фотки лучше. Ну, давайте попробуем еще раз фотографировать Маршаллу. Вот. Я так полагаю, что лучшего у нас и не получится. Ну, в принципе... В принципе, более-менее нормально. Давайте сравним. Нет где-нибудь там получше, похуже. Они, в принципе, наверное, какие-то все одинаковые, да? Так, сейчас давайте посмотрим. Я надеюсь, что можно фоточки на стену вешать. Если именно не включать эмоциональную атмосферу, то я надеюсь, что можно. Или нельзя. Слушайте, я уже боюсь как-то. Ладно. Ладно, все. Маршалл обозначил, что-то фоткали. Давайте я их уберу от греха подальше. А то вдруг что? Точно не знаю, но, по-моему, можно. Я помню, еще три. Сам в начале своего апокалипсиса. Она тоже фотографировала своих персонажей. Нет, я даже не могу остановиться. Я даже не могу перестать как бы записывать, потому что тут просто происходят какие-то вообще... Какие-то совершенно сумасшедшие вещи. Просто посмотрите на это. Особый персонаж. Влюбленность в персонажа поблизости. Маршалл чувствует, как его сердце наполняется счастьем, когда рядом находится персонаж, в которого он влюблен. Я не могу. Это же просто нечто, ребята. Как бы я хотела, чтобы у меня побольше было таких пар, у которых, знаете, действительно какой-то нереальный магнетизм. Ой, ну это же просто сказка какая-то. Я не знаю, ребята. Вот думаете, я знала, что вот так вот будет, когда я создавала Маршалла? Нет. Более того, я вам скажу. Я уже, по-моему, когда-то вам говорила. Но если бы Джулии Маршалл не понравился, то я бы не заставляла ни в коем случае её связывать с ним свою судьбу. Так, Маршалл, давай починим раковину. Вот. То есть я изначально понимала, что я буду смотреть только на её желания, на её поведение. Но нет, ёлки-палки, это была любовь с первого взгляда. Причём, которая длится вот до сих пор, уже столько лет, спустя столько испытаний и спустя столько косяков со стороны Маршалла. Поэтому, слушай, как ты наловчился раковины чинить. Вот это ты, конечно, молодец. Это ты, конечно, хороший персонаж. Ну что, ребята, у нас с вами четверг, полвосьмого вечера. И, да, такое ощущение, будто бы я прохожу апокалипсис в 72. По крайней мере, я сразу вспоминаю, как я видела это у тех, кто его проходил в двойке, когда Сим, уже старенький, должен был вот-вот умирать. И поэтому его отводили куда-нибудь на угол участка, да, для того, чтобы избежать того, чтобы Сим умер в доме, чтобы там не было его могилки. И, собственно, сейчас происходит то же самое. У нас осталось буквально пару часов до того, как Маршалла уже не станет. Вот, поэтому я их отправила с Джулией вот сюда, скажем так, последний раз поговорить, побыть друг с другом. Вот, и, да, давайте, наверное, вот Джулия у нас уже... Маршалл счастливый. Маршалл у нас так, знаете, вот он, может быть, что-то там и чувствует, да, что как-то ему поплохело. Видите, у него даже такой взгляд немножечко отрешенный. Вот так он вроде улыбается, но, с другой стороны, смотрит куда-то в пустоту и, наверное, все-таки понимает, что сейчас случится что-то нехорошее. Да, ну, а Джулия, конечно, будет у нас очень сильно грустить. Это понятное дело, да, и, кстати, вот по поводу Джулии у меня тут желание возникло зачать ребенка вместе с Маршаллом. Ой, мало ли, мало тебе пятерых, что ли, было. Ну что ж, Маршалл у нас, в принципе, вышел, наверное, один из самых колоритных персонажей, в принципе, которые у меня когда-либо были. Я не могу сказать, что это прям супер положительный персонаж, конечно же. То есть, я думаю, вы... Я думаю, те, кто знают историю Маршалла, они прекрасно понимают, что он далеко не такой белый и пушистый, и на самом деле очень разное было между ними с Джулией. Но, в принципе, я могу сказать, что действительно персонаж получился интересным, персонаж получился колоритным. Да, к нам пришла дополнительная еда, но мы, конечно же, не пойдем, потому что нам не до этого. Так, и почему проснулись у меня дети? Я детей положила спать специально, потому что я не хочу, чтобы они это видели. Вот, поэтому, дети, дети, давайте вы будете спать, пожалуйста. А, это, наверное, из-за монстра, да? Ракель слишком напуганная, не хочет спать в кровати. А чего ты напугана? Поится чудающе. Ну, все понятно. Ну, давай тогда будешь дремать. Ну, вот, как обычно, я отправляю детей дремать, потому что они до жути боятся этих дурацких монстров. В общем-то, да, Маршалл у нас, на самом деле, много чего пережил. И для тех, кто не знает, для тех, кто новенький у меня на канале, я могу немножечко вкратце рассказать. Маршалл был женат вообще изначально, да, у него была жена по имени Александра. Но так уж получилось, что женился он совсем молодым по неопытности своей. То есть он был совсем зеленый, Александра была его старше. Ну, довольно-таки так. Не скажу, что сильно, но достаточно старше она его была. Вот, и вот она влюбилась в этого молодого оборванца, в молодого ученого, да. Потому что Маршалл у нас вообще по природе он истинный ученый. И рожден он был именно для этого. Но у них не сложилось. Маршалл понял, что, в общем-то, он допустил ошибку. Да, чуть позже у него умерла сестра Гвен, кстати. Ну, в этом мире ее зовут Брук. И там уже начались свои интереснейшие события. Потому что Маршалл понял, что он просто не может жить без своей сестры. И он решил исполнить ее последнюю волю. Сестра тоже, как бы она умерла совсем молодой. Ей было на тот момент 19 лет. И она тоже была ученым. Они вместе работали в фамильной лаборатории Макинтоши. Потому что Макинтоши это, ну, довольно-таки известная семья. У них именно вот эта вот страсть к ученым, страсть к деятельности ученого, к каким-то открытиям. У них это передается, конечно, из поколения в поколение. Так, давайте, пожалуйста, просто вы будете спать, дети. Я вас прошу, не нагнетайте мне обстановку. Мне и так не по себе. Да, и, в общем-то, Гвен попросила своего брата, чтобы он во что бы то ни стало вернул ее, так скажем, домой. Чтобы он постарался найти способ, как ее вернуть. И Маршалл действительно начал искать способ, как возможно ли это вообще восстановить человека, которого уже не стало. Да, и потом на своем пути он встретил Джулио, которая тоже, в свою очередь, подтолкнула его на некоторые размышления. Да, и на самом деле Маршалл понял, что он влюбился. Влюбился окончательно бесповоротно. Я думаю, даже те, кто не смотрел Династию и чисто видели мой апокалипсис, вы прекрасно понимаете, что это любовь, которую вот на самом деле еще и поискать. То есть я могу с уверенностью сказать, что я очень, ну, действительно не часто такое можно встретить, чтобы настолько персонажи были друг к другу привязаны, чтобы такая была любовь. То есть, знаете, вот мне кажется, вот как Джером любил Варгу, там тоже просто было какое-то сумасшедшее вообще влечение. Вот то же самое, мне кажется, происходит между Маршаллом и Джулией, потому что он, ну, действительно до безумия любит эту женщину. И, да, он был ей верен. Конечно, он успел свое натворить, потому что именно благодаря Маршаллу Джулия у нас оказалась здесь. То есть Джулия и Маршалл у нас вообще из другого мира, где все было хорошо, где Джулия перешел в наследство целый город. Нью-Крест, который она должна была продолжить застраивать. Но случилось так, что Маршалл предложил ей отправиться в другой мир, поскольку ему удалось действительно воссоздать свою сестру, но без, не без всяких, скажем так, помарочек. То есть она у нас воссоздалась в мире апокалипсиса. И Маршалл, как, скажем так, тому человеку, которому он вообще слепо и беспрекословно доверял, он предложил Джулии отправиться вместе с ним в мир апокалипсиса, соответственно, для того, чтобы вместе, общими усилиями достать сестру и вернуть ее домой. Так, никуда ты есть не пойдешь, успокойся, ты что? Да, Джулия, конечно же, она влюбилась в Маршалла тоже. То есть можно сказать, что это была любовь с первого взгляда, как бы действительно. И она доверилась ему, она не знала, какие могут быть риски, и вообще, и поэтому, да, действительно, она согласилась отправиться с ним в этот мир. Но, к сожалению, судьба злодейка распорядилась таким образом, что, да, уже больше они не смогли никогда отсюда выбраться. И уже так случилось, что они здесь застряли как бы навечно, потому что не все служилось так гладко, как Маршалл планировал. Межпространственные врата исчезли, пропали, то есть как бы и вообще неизвестно, как и когда, и кто сможет их восстановить, и сможет ли вообще. Вот, это должно происходить как в этом мире должны предприниматься какие-то попытки, так и в мире, в родном мире нашей Джулии и Маршалла. То есть в мире моей династии Ллойд. В общем, все это очень сложно, непонятно. Естественно, что до этого нам еще очень-очень далеко. Но пока что мы имеем вот это. Джулия и Маршалл стали апокалиптиками. Да, Маршаллу, кстати, и мозги уже успели промыть в лаборатории Стрэнджер Вилля. Лишили его памяти, лишили его всех навыков. Но Джулия подобрала его. Да, Джулия у нас смогла его найти, его встретить. За что, конечно, огромнейшее спасибо Трис, потому что это произошло в серии сюрпризе, которую в этом сохранении отыгрывала у меня Трис. И именно она, когда играла за Джулию, повстречала Маршалла, потому что я уже, если честно, не думала, что нам так повезет. Но, тем не менее, это случилось. И я действительно очень рада, что эти двое провели всю жизнь вместе. И как бы там ни было, мне кажется, что это хорошая пара. И действительно, они любили друг друга вообще даже. То есть не было и мысли о том, чтобы это был не Маршалл у Джулии, или чтобы это была не Джулия у Маршалла. Поэтому, да, каким бы Маршалл ни был, иногда паскудным персонажем. Но, тем не менее, одно я знаю точно, вот я увидела, пока играла за него. Одно я знаю на сто процентов, это то, что он просто до безумия любит свою семью. И до безумия любит вот эту вот женщину, которая сейчас его перекинула вот так вот смело. И, да, вот такие вот у нас происходят тут события. Давайте, что-то у меня очень сильно подвисает игра, мне это совершенно не нравится. Давайте я вот так вот это сфотографирую. Вот, давай поднимем Маршалл настроения. И, кстати, Джулия у нас буквально вот через день она станет старенькой. Я думаю, конечно же, что это не просто так, что это на нее так повлияет смерть ее супруга, что она у нас, вот знаете, такая кажется совсем молодая. Вот просто посмотрите, Джулия, вот, ну, совсем кажется молодая симка вообще просто. Такая цветущая, вся стройная, тонкая, звонкая, в самом расцвете сил, так сказать. Вот, и тут вдруг бац, она станет бабушкой, я думаю. То есть это, конечно, это все понятно, почему. Потому что такие события ее, безусловно, подкосят. Вот, но что поделать, что поделать. Смена поколений, это такое, да. Видите, они взаимно что-то там флиртует. Так, что-что-что, какое в уху, ты что вообще? Вы с ума посходили, какое в уху вообще, что ли? Вы мне решили тут это самое, маршал, ты решил мне напоследок перед своей смертью 100 тысяч штрафа заработать? Не-не-не-не-не-не-не-не, вы что, ребят? Вы что, успокойтесь, даже, даже не думайте об этом. Давайте лучше ты ей ручку поцелуешь, вот, ничего не знаю. Скажи, Джулия, ну вот, Сима вот увидел, все обломал. Да-да, я все вижу, я все знаю. Сейчас, дам я вам, слышите? Вообще уже разогнались, все. Эти, господи, какое милото, какое милото, я не могу. Я действительно люблю эту пару, я ее очень полюбила, вот. Хотя, хотя я прекрасно понимаю, что, может быть, кому-то покажется, что вот такую хорошую девчонку, да, потому что наша Джулия действительно очень классная, очень талантливая Симка, можно было бы ей кого-нибудь более порядочного, возможно, подобрать, но... Но нет, ребята, все-таки это Маршал, и по-другому быть не может, я думаю. Ну, по крайней мере, я так думаю. Вот. Да, мне очень страшно. Я понимаю, что уже время подходит, уже осталось совсем чуть-чуть. Ой, поэтому мне, конечно, совсем не по себе. Так, поцеловать. Ну, правильно, давай, поцелуй еще раз. Ну, так, жена, давай, пожалуйста, перестанешь заниматься ерундой. Так, тихо-тихо-тихо, все-все, правильно, иди сюда, иди сюда. Тебя твой муж хочет поцеловать. Вот так вот. Вот так вот, замечательно. Успокойся ты с этими тарелками, бога ради, я тебя просто умоляю. Что такое? Выброси испорченную еду, боже. Как вы мне надоели. Я вас умоляю. Так, ну-ка. Маршал, я тебя прибью. Так, подождите, он что сейчас? То есть, он сейчас прибежит к нам домой? Так, Маршал. Маршал, а ну-ка, брысь. А ну-ка, брысь из нашего дома. Нет, ну посмотрите, ну посмотрите, какой противный. Вы только посмотрите на это, ребята. Ребята, он специально пришел домой, и у него старческая смерть. Слушайте, я его тут нахваливаю, а он специально пришел в дом, чтобы умереть. Вот это, вот это офигеть, ребята. Вот это я, конечно, обалдела сейчас. О, господи. Ну вот как тебе не стыдно, Маршал? Что ж ты... Вот что ты... О, боже. Ладно, все, я не буду его за это винить, ребята. Он не захотел у нас быть здесь. Он захотел быть дома. Все, ребята, уходит. Уходит Маршал. Конечно, мне очень от этого грустно. Так, все, ребята, умирает. Так, игра. Ты еще давай меня тут не будешь слушаться. Слушайте, вообще уже обалдели тут все, я смотрю. Так, можно, пожалуйста, на паузу поставить? Спасибо. Боже мой. Ну вот вы можете вы себе вообще представить или нет? Специально, специально пришел домой. Буквально вот за секунды до. За секунды до пришел. И все. Обалдеть. Ну и что, где ты, костлявая? Вот она. Так, Алиса, все, хорэ читать. Джулия, иди сюда. Джулия у нас еще не до конца, наверное, вообще понимает, что происходит, да. Все. Начала доходить. Ой, Джулия, дорогая, держись. Я не знаю, что сказать тебе. Да, Алиса. Алиса, все, папка умирает, понимаешь. Все. Ой, бедные вы мои девочки. Я даже, наверное, ничего говорить не буду. Ну что, идешь, нет? Или так и будешь здесь стоять и душу травить, а? Алло, я с кем разговариваю? Ну давай уже. Давай уже, забирай. Ой, как мне жалко моих девочек, господи. Скажи, что у вас тут так грязно? Не могли убраться уже, что ли, передо мной, тут перед моим приходом? Знаешь что? Ты мне тут типа возникаешь еще. Ты мне тут повозникает. Ты у меня, у моей Джулии забираешь мужа любимого. Ой. Ужасно. Просто ужасно. Я не люблю такие моменты. Мне ужасно больно. Сколько бы времени не прошло, сколько бы я всем с ней играла, но мне всегда будет очень грустно. Все. Здрасте. Дафна Крамер. Посмотреть пришли? Давайте, пожалуйста, уходите. Не трогайте нас. Нам и без этого очень плохо. Так, давайте. О, господи. Как это сфоткать вот так, что ли? Я не знаю. Все. Все, ребята, забрали. Забрали у нас маршала. Елки-палки. Все. Ой. И прямо в доме. Прямо на кухне. Можете вы себе представить или нет? Я в шоке. Все. И что тут у тебя? Флиртовать? Зачать ребенка? Все, ребята. У нас Джулия вдова. Да, и скорбь тут у нее. Одна она осталась. Вместе с пятью детьми. Да, конечно. Просто, просто ужасно. Просто ужасно. Жалко. Алиса. Боже мой, как непривычно. Мне кажется, что у нас так много симов сразу отнялось. Вот всего лишь, грубо говоря, минус один сим. А мне кажется, нас так мало осталось. Вообще капец. Ой, ты ж моя бедная. Ты ж моя хорошая. Ну вот можете вы себя представить или нет? Прямо здесь. Вот он. Вот маршал, конечно. Это персонаж, знаете, с таким характером. Если я захотел так, если мне уперлось, все, значит, так к тому и быть. И пофиг себе, вот что ты тут обо мне думаешь. Я сделаю так, как я считаю нужным. Вы знаете, он всю жизнь таким был. Он что хотел, то и творил. Вот абсолютно. Вот серьезно вам говорю. Начиная с молодого возраста, как я им еще в лаборатории ученых играла. Вот что захотел, то и творит. И вообще, мои команды ему по боку просто абсолютно. И да, ребята, у нас, в общем-то, маршал умер. Это означает, что мы должны с вами прямо сейчас поменять наш тип участка. Да, я прикупила все-таки, наконец-то, каталог паранормальная. Так что все по-честному, все по правилам. Теперь у нас тип нашего участка сменится на дом с призраками. Вместо просто обычного жилого дома. Да, я за кадром прикупила этот каталог. И вообще, если честно, то вот сейчас я продолжаю записывать. Спустя, наверное, недели две, так точно. С того момента, как я записывала все события, которые произошли до этого момента. Да, так уж получилось, что оказалось, я занята на некоторое время. Да и, если честно, я как-то так огорчилась из-за смерти маршала, что очень долго не могла зайти в игру. Но вот сейчас захожу, и тут меня сразу встречает Кослявая. Просто прекрасно. Да, в кавычках, конечно же. И сейчас мы с вами прямо сменим наш тип участка. В общем-то, у Алисы грустный модлет, который, кстати, перекрывает ее изнурение. А у нее уже и нету изнурения. В общем, это перекрывает жуткий дискомфорт. И знаете, конечно, смерть это ужасно. Но в апокалипсисе, в нашем суровом и жестоком челлендже, это может быть очень даже на руку. Потому что в очень грустном состоянии Симы могут, например, заниматься тем же спортом. Поэтому прямо сейчас я хочу, чтобы Алиса немножечко подняла свои нужды. И после этого, чтобы она спустилась сразу сюда и уже добивала свой фитнес. Да. То есть, конечно же, я понимаю, что подниматься он будет медленно. Но мне кажется, это намного лучше, чем ничего. И давайте, наконец, сменим тип нашего участка. Да. Жилой дом. Вот он, жилой дом с призраками. Да. И что тут у нас пишут, кстати? Этот участок немного отличается от других участков. Жизнь в доме с призраками сопряжена с рисками. Но и вознаграждение здесь выше. Предупреждение. Здесь творятся странные вещи. Удачи. Спасибо. Большое спасибо, что это, что вас ждет в доме с призраками. А, ну, это, в принципе, я видела, да. Ну, она вас скоро найдет. Прекрасно. Просто прекрасное оповещение. Оно шевелится. Проклятые объекты. Да, я видела у девчонок. У Гули, у Светланки. Я видела, как это все работает. Это, конечно, тот еще трэш. Да, ну, что ж. Игра желает нам удачи. И я, в принципе, тоже желаю нам удачи, ребята. Как говорится, да начнутся голодные игры. Да. И мне очень интересно, начнет ли происходить жесть уже сегодня ночью. Или все-таки будет у нас в пятницу это все начинаться безудержное веселье. Ну, в общем-то, пока что такие дела. Да, я буду прокачивать Алису. И, на самом деле, я уже жду, не дождусь, когда будут ее рабочие дни первые. Ну, а я думаю, что буду уже на этом моменте с вами прощаться. Всем огромное спасибо за внимание, за то время, которое вы мне уделили. Мы с вами увидимся уже совсем скоро. Пока что. Всем до новых встреч. И всем пока.